МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дружочек, тебе если нравится самый крутой ресторан? Я вот понять не могу. Если ты решил наконец-то отдать мне долг, да? А почему это надо делать в ресторане? А потому что отдать долг для меня самый большой праздник. Я его три года ждал. А я его ждал. Три года и семь месяцев. Так что согласись, все-таки это больше праздник для меня. Прости, конечно. Потом. А ты мне сказал, что ты мне сегодня отдаешь только первый долг? Да. Да? Ну, а всего-то ты мне должен. Вот. Слушай, когда я приду отдавать тебе последний долг, это будет уже совсем другой праздник. И уж точно не для тебя. Прости. Что? Двести. Триста. Триста. Долги нашего городка. Что ты там разглядываешь? Единственная фотография моих родителей. И хотел бы сынову недолго дать. Ха некому. Умерли. Да я даже не знаю, где они. Видел их только в детстве. Вот. Это мама. Это папа. Или нет. Или вот это. Вот это мама, а вот это папа. Правда, я на маму больше похож. Да? Черт, ты его знает, что такое. Здрасте. Валерий Семенович, это что такое? А что такое? Ну как, я же вам дал провеску собрания. Первое. Выбор нового председателя кооператива, то есть меня. И только второе – разное. Зачем, спрашивается, вы первым пунктом сделали разные? Разные всегда в конце. Счел своим гражданским долгом. Думаю, после разного и выборов-то никаких не будет. Это еще почему? Да, рассказывают тут о вас. Что ж про меня такого рассказывают? Только там написано. Рассказывают тут о вас разные. Вызывали, Андрей Васильевич. Сидоров, быстро дуй в универбак и купи мне нитки мулине. У меня мои закончились. Мулине? Да. Нитки. Да. Это для вышивания. Да. Ага. После того, как это сволочь Редькин мне долг не отдал. У меня нервы испортились. Мы заметили. А мне врач рекомендовал, ну, для успокоения, вышивать. Как вообще получается так? Помогает. Сильно успокаивает. Вот правильно говорят, красота спасет мир. Да. Посмотри, Сидоров, посмотри. Ну, правда же, как красиво. Редькин свинья. Главное, точно. А это я ему на день рождения приготовил. Вот. Долгие нашего городка. Все-таки, ну, а почему в ресторане? Вот, объясни мне. Ну, правильно. Ну, если уж отмечать как-то это дело, ну, так посидели бы у меня дома, на кухне. Ну, помнишь, мы же когда-то так замечательно все вот собирались и сидели на кухне у меня, все наши, Мишка, Сашка, Петька. Ага, посидели бы на кухне. Вот ты как был и жмот, так и остался. Ну, почему? Ну, как? Ну, почему? Помню, мы к тебе приходим с путылочкой, а ты нам закуску выставлял, тарелку с хлебом и солонку. Конечно, конечно. Я вас всегда, как самых дорогих гостей встречал, хлебом с солью, конечно. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Хельбустеевском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Витька, Витюшенька, дружочек ты мой, сердешный. Сколько ж мы с тобой не виделись, Вить? Тридцать или сорок лет? Да сорок. Сорок. Сорок лет? Да, сорок. Ёлки-палки. Да. А помнишь, шестидесятые годы, Хрущевская вот теперь, Новый мир, Солженицын, Твардовский, Твардовский, физик и лирик. А Куджава, Куджава? Ну, я в синий, я в синий троллей, Сажусь на ходу, Последний, случайный. Потом выставка абстракционистов. Да. И все. Пятнадцать лет в тюрьме. Да что ты? Как же ты все это перенес? Тяжело было? Неимоверно. Особенно первые пять лет. Пока был младшим надзирателем. Потом, когда уже старшим, Там, конечно, полегше. Полегше. В Ливустерском Дальнем Синем Море Бригантина поднимает паруса. В Ливустерском Дальнем Синем Море Бригантина поднимает паруса. Кетчуп Балтимор. Кетчуп Балтимор. Мой любимый кетчуп. Это может быть лучшее, что я видел в жизни. Лучшее, что ты видел? Ну, на. Можешь еще немного посмотреть. Кемпания Балтимор. Наш томатный спонсор. Что ты не ешь? Все праздничное. Креветочки, икорочка, сырочка. Тебе ж не каждый день долги отдают. Не знаю. Бульончику, может, похлебал бы. Такой бульончик, это ресторан. Нельзя мне все это. У меня же нет. По здоровью нельзя. Зачем ты все это заказал? Извини, друг, я же забыл. Сейчас все исправим, сейчас. Сейчас. Вот. Двойную. За твое здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok